Виктор, мы сами выбирали свою власть. Я ходил за нее голосовать. Почему вы считаете, что вам издалека виднее процессы внутри другой страны? Ну, речь идет про Украину. Издалека. Ну, некоторые вещи издалека действительно виднее, возможно. Ну, речь даже не об этом. Вам кажется, что вы сами выбирали свою власть. Да, ты мог ходить за нее голосовать. Ты ходил, сголосовал. Но перехват управления уже осуществлен. Тебе дали кандидатов, вот выбирая между Порошенко или Зеленским. Вот тебе это уже дали. Твои СМИ уже перехвачены. Твой суверенитет пропал на уровне перехвата СМИ. Вот когда твоими средствами массовой информации в твоем государстве стали управлять заинтересованные люди, все, приехали. Когда у тебя появилась альтернативная система власти. Вот у тебя есть, представь, государство твое, а есть посажено на государство надстройка, управляемая извне. Которая может высшую меру применить, расстрелять. Она может отправить два пучка организованных балбесов, чтобы они подожгли, убили, расстреляли, что угодно сделали с любым человеком в этом государстве. Без всякого судебного решения. У вас на Украине убили Олеся Бузину, убили кучу людей, уничтожают, мучают, сажали в тюрьму сейчас просто над любым человеком, даже не журналистом, выражающим свое мнение отличное от фашистов. Вот, отличное от фашистов ущего мнения. Вот человек выразил, и его за этом начинают гнобить, привязывать к столбу, что угодно делать, уничтожать, убивать. И ты говоришь, что ты что-то в таких условиях голосовал, ты мог только по зубопрограмме ходить и голосовать, так далее. Здесь просто вопрос, вот как раз в перехвате СМИ, в тот момент, когда СМИ перехвачено внешним управлением, люди могут все еще думать, что они что-то решают. Свободу страны, да? Уже, как бы, за них все давным-давно решили, им нужную повестку в голову загрузили. Да, да. Видите, более госпереворот в стране произошел. Переворот произошел, вы государственную власть свою уничтожили. Еще чему-то удивляетесь. Над вами нацмортерщики. Ваш президент управляется Мишей, он в офис приезжает. Стыд, позор. В офис Мишей, Зеленский в Лондоне приезжает. Это как так? Это полный стыд. Далее, про того парня, про Виктора, которому ролик, комментарий. Вот просто, послушайте. Нашел ватника из Ирпеня, родственную душу. Вы хоть имени его не, ты хоть имени его не называй, найдут в подписчиках и на виллы посадят. Вот пример того, что обычный украинец не имеет права выразить свою точку зрения, его посадят на виллы. Украинец липовый, я не удивлюсь, если он украинского языка не знает. Это вот если человек не знает, он уже не украинец, он уже липовый, он уже не гражданин, он липовый гражданин, но уже не человек, он липовый человек. Это вот смысл вот этой фразы. Украинец липовый, я не удивлюсь, если он украинского языка не знает. Это вот у него права человека у него уничтожены. Его можно сажать на вилы и все остальное. То есть, я не удивлюсь, если он украинского языка не знает, и у него в спальне портрет Путина висит. Но это уже гиперболизирование. Конечно, у него нет там никакого портрета Путина, но вы накаляете все это в страсти. Одна фраза чего стоит. Ладно, военные объекты, но дома жителей зачем? Ну, это про бомбардировки, про то, что прилетало. То есть, военные объекты в чужой стране можно. Это как насильник ворвался к тебе в дом, натворил кучу дел, а ты ему... Ну, ладно, жену мою можно, хрен с ней, но дочку зачем? Украинец хренов. То есть, гиперболизируется все, да. Да, нельзя. Это страна, управляемая извне. Это люди в этой стране уже ничего не решают. И вот это вот часть вот этой пропагандистской машины. Это может быть человек, который действительно так думает, который зомбированный. Это может быть часть, встроенная в систему, штатный пропагандер, который ходит и оставляет под критическими видео вот такие комментарии. Это в каком-то университете украинские военные стояли? А почти сто тысяч ваших российских трупов они тоже наделали, не выходя из университета? Про университет в Арпене вот здесь посмотри. Заодно посмотри на неразрушенные дома мирных. Тут и до кучи. Обратите внимание, на каком языке люди говорят, хотя все четверо знают украинский. Ну, схема такая, вот такая схема. Тут просто достаточно почитать. Человек не понимает, когда это пишет. Он думает, что вот этот вот текст, он должен влиять и обозначать, обозначать, заставлять нас менять точку зрения. После таких слов найдут в подписчиках и на вилы посадят. Украинец липовый. Я не удивлюсь, если он украинского языка не знает. Ребята, стыд-позор. Вот это вот и есть самый настоящий лютый фашизм, который, национализм крайний, который внутри одного народа, по указке британской зарубежа, заставляет уничтожать самих себя, но по тех в этом нехорошем. Иметь не одно значение, значит не иметь ни одного значения. Если у слов нет значения, значит утрачено всякое возможность рассуждать друг с другом, а в действительности и самим собой, ибо невозможно ничего мыслить, если не мыслить что-нибудь одно. Это первый закон логики. Но. Но. Но дуракам закон не писан. Если писан, то не читан. Если читан, то не понят. Если понят, то не так. Сосредотачивайтесь, подписывайтесь на наш канал, разносите нашу информацию по интернету. С вами был Виктор Катюшев, телеканал «Научный трибунал». «Научный трибунал». «Научный трибунал». Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»